Тема доклада к истории изучения, пожалуйста, и возрождения древних моногеневых разделов в русском певческом искусстве в конце XIX-XXI века. Приветствую всех собравшихся, благодаря организаторов за возможность участвовать в настоящей конференции. Заявленная тема доклада открывает достаточно широкий круг проблем и вопросов, которые в рамках доклада словно осветить не представляется возможным. Сделаем некоторые предварительные замечания. Зарождение научного интереса к древнерусской церковно-певческой традиции начинается уже во второй половине XIX века. И вплоть до 1917 года создается целый комплекс работ, в которых описаны и формы нотирования древних распилов, разрабатываются методики анализа, рассматриваются теоретические проблемы, связанные с изучением древнерусского певческого искусства. В работах протерея Дмитрия Разумовского, священника Василия Миталова, Степана Васильевича Смоленского, Антонина Викторовича Преображенского. В течение XX века, несмотря на сложившееся ввиду идеологической борьбы критическое состояние церковной науки, научное изучение, истории, теории русской церковной музыки продолжалось. В частности, учеником Антонина Викторовича Преображенского, Максима Викторовича Пражникова в Петербурге, также в Петербурге Николая Миревича Успенского, Пеляевна, Скрипкова, Келыша, Владимир Васильевича Протопопова в Москве. С 80-х только годов, благодаря возобновлению образовательного процесса, также преподавали истории, дельных лекций, истории церковно-певческого искусства в Москве и Санкт-Петербурге, появляются группы исследователей, продолжающих заниматься изучением древнерусской церковной монодии. И в богослужебной практике также в этот период возрождается интерес именно к древнерусскому распеву, знаменному. И в ряде храмов Москвы и Санкт-Петербурга осуществляется попытка певческого оформления службы исключительно образцами этой монодии и традиции. Поскольку рассмотрение всех этих вопросов, связанных с этой темой, налегово будет за рамки доклада, повторюсь, в настоящем сообщении я остановлюсь на двух проблемах, которые меня интересуют лично, как исследователи и музыканты-исполнители. Речь идет об исследовании отечественными музыковедами византийской певческой культуры, ее истории и теоретических основ, и о византийско-русских связях в церковно-певческом искусстве в целом, а также об освоении современной греческо-цирковной музыки и отношении к ней музыкантов, певчих, исполнителей и музыковедов-медзиевистов. Отдельные аспекты этой темы уже рассматривались исследователями. Прежде всего следует отметить в публикации коллективов авторов серии «Русская духовная музыка» в документах и материалах, среди которых хотелось бы подчеркнуть роль Марии Павловны Рахмановой, Алексея Александровича Наумовой и Светланы Георгиевны Зверевой. Отдельные положения, выводы, сделанные этими исследователями, я буду вынуждена повторить, для того, чтобы более ясно представить, каким образом происходили изменения в отечественной музыкальной медиевистике и в практическом освоении византийской церковной музыки. Заслуга и в открытии греческой темы в российской музыкальной медиевистике вообще в основании литургического музыковедения, несомненно, принадлежит протеерею Дзимитрию Зумовскому. Его материалы по изучению греческой певческой традиции в большей части, в большей степени хранятся в его архиве и описаны весьма поверхностно. Как известно, впервые их значение для истории музыкальной медиевистики отметила Юлия Шлейфсина. В последние годы к ним проявил интерес Иван Павловича Ховцова, которая недавно подготовила публикацию, интересную, посвященную именно этой проблематике. Материалы архива отца Дзимитрия, а также содержание его монографии свидетельствуют о том, что Бартерей Дзимитрий не сомневался в греческом происхождении и в нерусской традиции, убедившись в этом на основании изучения рукописей, переданы в публичную библиотеку Петру Ивановичу и Севастьяновну, а также копии снимков Инок Азарий, библиотекарь Пантелейминового монастыря. Известное письмо Бартерей Дзимитрия с подробным написанием этих рукописей, которым весьма успешно сейчас занимается молодой исследователь с православного сооттехнического университета Татьяна Владимировна Скирская. Именно благодаря ее трудам и с ее любезным разрешением мне удалось частично познакомиться с содержанием этого письма. Оно хранится в Российской национальной библиотеке и сейчас готовится к публикации. В нем присутствуют важные для настоящей темы соображения отца Дзимитрия. Так очевидно, что отец Дзимитрий представлял возможным и даже необходимым перевод греческих музыкальных текстов, записанных средствами греческой семиографии, в пятилинеиную систему. Однако признавал, что пение греков преимущественно отличается обилием горловых и носовых звуков, которые необходимо сохранить в исполнении. Переведем окончательный его вердикт. Если же нотные книги греческого церковного пения точно могут быть переложены на линейные ноты, а самая пение не потеряет своего характера от исполнения русскими певцами, то понятно, что труд изучения азбука старого греческого пения, как бы он ни был велик, не может оставаться бесплодным для церковной археологии и церковного благолепия. Эти слова нуждаются в комментарии. Во-первых, по всей вероятности, отец Дмитрий считал возможным использование церковных песнопений, записанных средствами старой нотации, служения. Современная же наука свидетельствует о том, что транскрипция песнопений средневизантийской нотации все-таки представляет собой реконструкцию и для практического воплощения не подходит. Во-вторых, греческие церковные песнопения обладают такими особенностями, интенсионными, мелодико-ритмическими, которые зафиксировать средствами виселения нотации практически не представляется возможным. Следующим автором, который обращался к изучению греческого распева, был отец Иоанн Вознесенский, в котором в третьем выпуске своего пространного исследования смогла с ней распевать трех последних веков православной церкви. Этот выпуск полностью посвящен так называемому русскому греческому распеву, то есть не современной греческой традиции, а той совокупности песнопений, которые распространились в древнерусских нотированных рукописях с конца XVII века, сначала в крюковых, затем в квадратных ногах. Важнейшим этапом исследования греческого наследия и его роли в сложении древнерусско-перческой традиции греческа приходится уже на начало XX века и связана с необыкновенно по масштабу и значению мероприятий, знаменитой афонской экспедиции, организованной Степаном Васильевичем Смоленским. Подготовка к ней, ход, результаты, архивные материалы, описания, рукописи, которые были оттуда привезены, подробно представлены в VII доме русской духовной музыки в документах и материалах, как готовлены Марина Павловна Рахмановой, Еленой Александровной Борисовец, описание выполнено Еленой Павловной Шаховцовой и Софьей Тутуминой, Цербургской следовательницы. В результате исследования снимков, рукописи сделанных в процессе этой экспедиции ее непосредственного участника, руссковеда Антонина Викторовича Преображенского, сложился весьма определенный взгляд на происхождение древнерусской певческой традиции, вот греческой, он отражен в его публикациях. В большей степени публикации 1926 года «Греко-русские певческие параллели XIII-XIII века». В заключении второй указанной статьи Антонин Викторович ставит перед исследователем задачу, актуальность которой, на самом деле, сохраняется и до настоящего времени. Нужно подробно, решительно, окончательно установить характер, степень несомненного заимствования этих, то есть древнерусских, напев угребов, затем уже перейти к определению той доли участия в разработке, которая может принадлежать и русским певцам. Нужно поставить в первую очередь самое подробное изучение в соотношении греческого и русского пения первоначальной эпохи и христианства, путем двусторонним, сравнительным изучением семиографических записей одних и тех же косновений греческой и русской редакции. По моему мнению, среди исследований, которых максимально было развито иное направление, можно назвать работу Марины Генриховны в школе, которая не только сопоставляла графические начертания византийских и древнерусских песнопений в рукописях, но и попыталась выявить, как преобразовывалось или, наоборот, сохранялось византийское значение знаков в позднерусских периодах после реформы аннотации XV века. И также попыталась именно на основе компаративного анализа византийских и древнерусских источников и предложить методику расшифровки песнопений записанных ранее знаменитой аннотацией. Сейчас понятно, что ее попытки сейчас нуждаются в дальнейшем развитии, дальнейшей проработке. Кроме того, мои собственные разыскания показали, что действительно нужно рассматривать параллельное развитие византийской и древнерусской традиции на протяжении нескольких веков. И таким образом мы можем обнаружить общность, если не мелодическое содержание отдельных песнопений, то общность методики, общность образования отдельных математических форм в частности. Кроме научного значения экспедиция дала возможность участников познакомиться с современной греческой бухслужебно-певческой традицией, о которой можно найти немало любопытных слов в дневнике Степана Васильевича Смоленского. Еще во второй половине XIX века, как известно из документальных источников, русские паломники, например, Иван Николаевич Муравьев, Архимандрит Антамин Капусин и другие, отмечали монотонность, растянутость, греческое любение, выводы стрелами, по словам Муравьев, Архимандрит Антамина, управляли их слух. Степан Васильевич Смоленский в том, что он знал его не только в теоретическом отношении, он владел практически, как известно, старого устаробряца в 70-м годах, в XIX века. Тем не менее, он греческий афонский пень чаще всего оценивал невысоко. Вот такие слова его. Греческое танцевое нытье, пели омерзительно гадко, гнусало, неразборчиво или даже так. Русские не могут понять, что именно приводит в восхищение греков, прислушивая какого-либо аистину безогласующего катапсалта. И вообще, это нестерпимое пение в нос художества такое напоминает хоршачью середану. Можно, конечно, предположить, что Степану Васильевичу и его коллегам не повезло и состояние певческого хорового дела в скитах и монастырях, которые они посещали, не отличалось высоким уровнем. Она, повероятнее всего, сейчас, скажу, современным музыкантам, может предположить, что просто их эстетические представления были совершенно ныне. Слух был настроен прежде всего на хоровое гармоническое пение. Для современного певчего, занимающегося основанием греческой традиции, весьма примечательны следующие замечания Степана Васильевича, касающиеся особых звукорядов из антийского смогласия. Мы, воспитанные на европейской музыке, представляющие себе звуки часто только по фортепианным устроям, мы не подозреваем той ужасной меры, до какой испорчен наш слух, так называемым темперационным, как я вспоминаю, строем. Достаточно сказать, что наши музыканты практически все нервно больные люди именно от этого строя. А все мы вместе с музыкантами утратили ту четкость слуха и неизмеримо богаче нас эти греки, владея такими ладами. Мы со своим мажором, минором, сущие нищие в сравнении с ними. Действительно, личный опыт показывает, насколько сложно осваивать греческие звукоряды, насколько действительно богатые мелодические сокровища скрываются в разнообразии звукорядов из антийского осмогласия. В этом контексте примечательные работы в деле освоения русскими исследователями и музыкантами современной греческо-церковно-певческой традиции является не так часто упоминаемые о пособии по изучению греческо-сомиографии нового метода, названием «Современные ноты писаний греческой церкви», в которой было опубликовано в серии «Памятники древней письменности и искусства» «Общество любителей древней письменности» в 1907 году. Его авторами обозначены имена на титульном листе. Известный исследователь священник Дмитрий Васильевич Альманов и Алексей Викторович Диэль. Сразу следует отметить, что если о первом авторе сохранилось, конечно, достаточно много биографических сведений, работ, писем, хотя архив Дмитрия не сохранился, то относительно второго автора личности его практически ничего нельзя сказать. В устной консультации Алексей Александрович Наумов сообщил, что Алексей Викторович преподавал в Московском духовном семинаре и, по его мнению, он помогал отцу Дмитрию в процессе изучения греческих источников, поскольку, по его мнению, отец Дмитрий не владел, по крайней мере, в достаточной мере греческим языком. Следует отметить, что отец Дмитрий Васильевич Алиманов, конечно, композитор, педагог, исследователь личностью уникальной, фактически самолучка, отмечено в комментариях Марины Павловны Рахманины в ее публикации. Он окончил Самарскую духовную семинарию, а отец Татригин до второго разведка учил только в 1900 году. Судя по текстам его рисем, работам, он был очень вдохновенным надминследователем, очень ассативным, живым исследователем. И интерес его к греческому языкальному наследию был не внезапно. Еще в 1900 году он писал книгу «Церковные лады» и гармонизация по теории древних детоскалов Восточного Смогласия. В целом, он здесь следует методике, традиции, анализа ладов, предложенной Великалычем Карловичем Арнольдом, который также обращался к греческому наследию и подвергается критикам современными исследователями. Но вот понятно, что он всегда очень интересовался этой темой. Указанное пособие заслуживает особого внимания, поскольку аналогичного ему в год до настоящее время не было создано, несмотря на определенные достижения в деле освоения русскими музыкантами греческой церковно-певческой традиции, которые оказались возможными благодаря деятельности Московской школой в Санкт-Петербурге, основанной в Москве, соответственно, в 2004 году. История появления этого пособия такова. Еще до Афонской экспедиции, 11 апреля 1906 года, на собрании комитета 2-го отдела ОЛДП, Общества любителей реальной письменности, было постановлено принять предложение Степана Васильевича Смолинского о напечатании в памятниках труда этих авторов. При этом она с вами первоначально несколько отличалась. Ноты писания современной греческой церкви, руководства к течению нотных служебных книг греческой и болгарской церквей. Ну, как вы видите, название на титульном листе, оно отличается от планируемого, по всей вероятности, по той причине, что семиография распея, употребляемая в болгарской церкви, была единственной греческой. В предисловии авторы отмечают, что в русской церковно-музыкально-теоретической литературе нет ни одного труда, в котором сообщалось бы точные и ясные сведения о современном церковном пении православного Востока. И что это знакомство с семиографией пении греческой церкви в настоящее время далеко не является чем-то совершенно излишним. Это едва ли нужно доказывать пространно, так как церковь это есть мать нашей русской церкви. И только по вере, но и потому, что Теорусска вместе с христианством приняла церковь в Вене и первых певцов. И изучение этой семиографии открывает нам целую, богатую литературу греческой церковной музыки нового времени. Музыки для европейского уха, несомненно, не всегда близкой и понятной, но бесспорно оригинальной и своебытной. В качестве источников предисловия же составители указывают на греческих авторов Погемера и Вриения, то есть авторов, которые не писали о современной греческой церковной греческой традиции, а описывали античную теорию мозга. И указывают, безусловно, без отрыва, здесь большой теоретикон Хрисанкла из Мазита, это ключевой и основной трактат одного из так называемых трех учителей, авторов теории и нотации нового метода. Таким образом, они не отмечают и, судя по содержанию, не использовали те работы дидактического характера, которые распространились в греческой свете и после Хрисанфа, 1907 года, лексикон Филоксена, церетикон Древианитис, это 51-й год, 68-й, соответственно, церетикон Агафоклиуса, 55-й год, музыкальное толкование модуляции Иоанита, Георгиониду, 71-й год и другие. Что выясняется в процессе учения содержания этого особо? Некоторые разделы действительно представляют собой практически точный перевод большого церетикона, например, параграф о значении беззвучных ипостасей. Однако анализ способен в целом позволяет сделать вывод, что в греческой традиции, современной греческой традиции, описана не вполне, полный картин не представлен. Так, в работе отсутствует объяснение системы глазов. Примеры на ассенографию весьма схематичны и не отражают реальной певческой практике. Объяснение строений интервальных родов весьма специфические, поскольку не соответствуют сложившейся уже в теории новыми методами традиции, а отражают представление античных теоретиков музыки. Вопросы возникают и относительно терминологии. Например, знаки количества, знаки, обозначающие интервалы, переведены дословно, характер и количество пений. Несколько путаны, изложены правила комбинирования и так далее. Однако самое главное, пожалуй, что, судя по приложению, авторы, прежде всего, рассматривали антистический распев как материал для гармонизации. В приложении привезен опыт гармонизации, вот греческой запомнили, сначала он привезен в современной греческой семиографии, затем в приложении на пятилюнельную нотафу. Действительно, судя по архивным материалам, у меня такое сложилось впечатление, по материалам конца 19-го, начала 20-го века, несмотря на возрождение, тееса к древнерусскому распеву, к маноде, все-таки музыканты относились к одноголосию, к манесону весьма настороженно. Неслучайно отец Василий Металлов в очерке «История православного церковного пения в России» задается вопросом, а следует ли гармонизировать нашу церковную мелодию в видах служебного пения без исключения. Возможно, постановка такого вопроса связана именно с тем, что исполнение песнопения без гармонизации представлялось чем-то удобным, даже немыслимым. И здесь уместно вспомнить и слова Степана Васильевича Смоленского из цитированных выше «Дорожных впечатлений» по фронтской экспедиции. А греки до сих пор не могут понять, что именно восхищает русских и создают очевидное удушевление в гармоническом складе. Безусловно, возникает вопрос также, осуществлялось ли практическое применение учебника отца Дмитрия Алексея Викторовича Зверина. Известно, что в письме к Степану Васильевичу Смоленскому 28 марта 1907 года отец Дмитрий Альманов описывает, каким образом обновляются программы синодального училища. Ну, все это, к слову, что по части церковного упения материал не субборен, нужны каферы церковного упения, тарататаны, мечтаны на веке, а останется в казангласе. И кроме того, он пишет, что отец Василий Металлов вставил в программу изучения греческой семиографии. Издание ОЛИП, под которым он, в данном случае, подразумевает как раз свое дидактическое пособие, будет стало быть весьма кстати. Однако, в просмотренной новой программе синодального училища за 1910 год указано изучение только древней греческой аннотации и отмене освоения современной в гости византийской семиографии. Высобновление интереса к современной византийской традиции произошло только в 21 веке. И именно тогда внимание учеников, упоминаемые выше открывшейся школы византийского упения в Москве, привлекло особе священника Дмитрия Алимана. Несмотря на его недостатки, оно действительно остается уникальным. Учебник, изданный в 2004 году издательство «Святая гора», при котором была образована первоначальная школа византийского упения, представляет собой, увы, всего лишь перевод греческого оригинала, греческого учебника 1985 года Захария Пасхалинца. И перевод, надо сказать, вполне удачный. Например, в нем содержатся ошибки, связанные с элементарными знаниями теории музыки. Например, метр назван ритмом, более того, альтерационные изменения, альтерация диезов и фезов в современной греческой нотации, названной вовсе альтерацией, то есть термином применяемой филологии. В качестве заключения хотелось бы ответить следующее. Возможность не только оценить высокие заслуги традиционных медиалистов, но и критические рассмотрения и положения их исследований свидетельствует о том, что к настоящему времени накоплено достаточно филологического материала, разработаны, хотя и в полной двери, терминологии, методика анализа монодейных церковных наспевок. И основополагающую роль, безусловно, в этом сыграло сложение соответствующих образовательных центров. Как в Московской консерватории, историко-теоретический факультет позволяет не только владеть знаниями в области общей теории музыки, высокой бурни, курс истории византийского и древнерусского пения, который читается с 98-го года, дает возможность, хотя и не в полной мере, но ознакомиться с разами музыкальной медиалистики, изучить древнюю музыкальную синографию, певческую полиографию и так далее. Кроме того, следует подчеркнуть, что задачи созданных в том же году, в 1908-м, научно-теоретического центра церковной музыки в консерватории, входит не только разработка научных проблем, связанных с историей церковной пей, но и подготовка специалистов в этой области. Именно по этой причине был разработан вышеуказанный курс историко-теоретического факультета, введены разнообразные факультативные курсы, и, наконец, действует и развивается певческий ансамбль, специализирующийся на исполнении, исключительно древних монодельных распев христианского бухслужения, восточного обряда. Таким образом, поддерживается тон управления церковной науки, основы которого были заложены более столетия назад. Спасибо. Спасибо большое.